В своем знаменитом стихотворении Владимир Маяковский сказал «Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза». Сегодня гражданами своего государства, Республики Беларусь, стали победители и призеры городских и республиканских конкурсов и олимпиад. Пять лучших учеников школ Московского района города над Бугом получили паспорта, главные в жизни документы. Документы, которые не только удостоверяют личность, но и открывают двери во взрослую жизнь. Среди них Ксения Маслакова. Девушка умело совмещает успешную учебу с творческими успехами и общественной деятельностью. Я горжусь тем, что я гражданка Республики Беларусь. Для меня было очень важно получить этот паспорт. Хоть он у меня и второй, но тоже важный. Подтверждают слова Владимира Маяковского касочное издание «Я гражданин Республики Беларусь», которое по традиции юноши и девушки получили в подарок. Своё напутствие ребятам перед началом ответственно-жизненного этапа дали представители БРСМ, общественных организаций, ветераны, а также Александр Рогачук. Главе администрации Московского района настолько понравился лицейский музей, что отныне торжественная церемония вручения паспортов будет проходить именно в этом гостеприимном зале. Сегодняшняя наша церемония была особая, потому что мы, опять же, закладываем, мне кажется, очень правильную традицию вручения лучшим жителям Московского района, молодым жителям паспортов именно здесь, в музее будущего нашего города Бреста. Почему эта традиция обречена на успех? Потому что, как мы будем жить завтра, насколько эти красивые картинки будут реализованы в кирпиче, в металле, прежде всего, зависит, уже, наверное, от этого молодого поколения, которое сегодня получили эти паспорта. В списке знаковых событий страны – выборы в местные советы депутатов. В преддверии этого мероприятия в учебном заведении стартовали выборы председателя лицейской думы, которые традиционно проходят с 1991 года по инициативе самих учащихся. Избирательная кампания в лице является своеобразной мини-практикой для юного электората, который учится взвешивать все за и против и делать свой независимый выбор, как и подобает гражданину суверенного государства. Я горжусь, что такой орган есть в лицее, потому что это очень доверенные дети. Дети, которые не просто ученики лицея, это ученики, которые уважаемые среди лицеистов и среди учителей. Я не знаю, как дети, но, наверное, после самих кандидатов в председательную думу больше всего переживаю я, потому что формируется та система соуправления, к которой я должна буду работать, с которой прислушиваться. Завершающим аккордом в череде сегодняшних событий в первом лицее города накануне Дня Конституции стала встреча молодых избирателей с кандидатами в местные советы депутатов. С людьми, которые отстаивают интересы своих выборщиков и, есть надежда, в будущем будут уделять пристальное внимание важным и актуальным вопросам граждан города и страны. Дело за избирателями, людьми с активной гражданской позиции, которые небезразличны к будущему нашего независимого государства. Каждый молодой человек должен осознавать, что как он живет, зависит прежде всего и от него, какой он делает выбор, насколько активно он участвует в общественной жизни города и уж тем более, насколько он реализует свое право избирать и быть избранным.